Небо, затянутое дымом, грохот взрывов, уничтоженные жилые дома, улицы, кварталы. Украинцам за три месяца полномасштабной войны эти кадры знакомы до боли. На них оккупированы российской армией Мариуполь. Это фрагмент фильма литовского режиссёра Мантоса Кведаравичуса «Мариуполис-2», полнометражная документальная история об осаде и оккупации России и города на побережье Азовского моря. «Этот фильм не о выживании, а о целостности жизни. Эти люди не боятся умирать, ведь смерть уже здесь. И эти люди знают, что они умрут, но ценят момент жизни». Мантос снимал в блокадном Мариуполе до 26 марта. Работал вместе с женой Анной Белобровой. Он с литовским паспортом попал в плен к русским военным. Они его и расстреляли. По словам супруги, русские посчитали, что Мантос опасен, так как снимает военные преступления, совершаемые ими же в осаждённом городе. Долго оформляли документы для вывоза тела режиссёра с оккупированной территории. Очередные кадры, снятые Мантосом, монтировались за пять дней, чтобы успеть на внеконкурсный показ в Каннах. Документальный фильм называется «Мариуполис-2», потому что у Кведаравичуса уже была полнометражка в Мариуполе 2016 года. Тогда режиссёр снял портрет города, освобождённого от оккупации. В 75-й кинофестиваль открыли обращением президента Украины Владимира Зеленского, в котором он процитировал Чарли Чаплина из фильма «Великий диктатор». «Человеческая ненависть пройдёт, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернётся к людям. И пока погибают люди, свобода никогда не погибнет». Лейтмотивом всего кинофестиваля в Каннах стала тема войны в Украине. Здесь открыли пункты сбора денег для помощи беженцам. Актёры, режиссёры и критики украшали свои костюмы значками с украинским флагом. Режиссёр Ирина Цилик, первая украинка, член жюри секции «Золотой глаз» Каннского кинофестиваля, в свою очередь заметила. Сильные месседжи Украины о смерти, войне, ужасах, насилие частично потерялись на фоне привычных блокбастеров и фантастики, нарядов и фуршетов. Был контраст после всех этих золотых платьев. Ха-ха-хи-хи-би. Зал подпевает песням о любви шансонье. И тут вдруг включается Зеленский, говорящий о Буче, Мариуполе. Как выразился один режиссёр. Такое было ощущение, что вдруг очень важный месседж об убийствах людей. Подали где-то между кофе и десертом. Мало кто действительно чувствовал, что за этим всем стоит. Думаю, что у нас всё равно другая оптика. Имею в виду украинцев. А вот такой расслабленный зал. Все эти люди, пришедшие только что с круазет. И тут они должны погрузиться в реальность Мариуполя. Режиссёр Ирина Цилик в интервью «Новое время». В этом году организаторы фестиваля бойкотировали официальную делегацию России, не дали аккредитацию российским журналистам как частных, так и государственных каналов. И не пропустили критиков. Канны увидели лишь один фильм российского производства режиссёра Кирилла Серебренникова. Лишь потому, что на родине его считают якобы диссидентом. Его картина «Жена Чайковского» о том, как супруга композитора Антонина страдала из-за нетрадиционной ориентации мужа, показали первым. Вас ожидают? Нет. То есть, да, у меня там муж. Как? Муж. Мне к мужу. Ну, позвольте сюда. Когда начинается война, когда начинаются такие катастрофические вещи, которые сейчас происходят в Европе, то ты вольно или не вольно думаешь, а как? Возможно ли поэзия после Освенца? В России же на участие картины Серебренникова в фестивале отреагировали так. То есть, в представлениях Кирилла Серебренникова всей этой мерзостью Чайковский и исчерпан. Режиссёр, выехав из России из-за обвинений в мошенничестве, прямо осудил войну России против Украины, написав текст «Красный лак». Его посвятил зверствам российской армии в Буче, а именно убитой Ирине Филькиной. Фотография её руки с ярко-красным маникюром облетела весь мир. Требования бойкота русскоязычной культуры, которая является также и достижением, и богатством Украины, архаична и деструктивна по своей природе. Более того, оно в корне противоречит европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения. Украинский режиссёр Сергей Лозница. После этого высказывания на дискуссионной панели фестиваля украинского режиссёра Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии. На 75-м Каннском кинофестивале прошёл премьерный показ естественной истории разрушения новой архивной драмы Сергея Лозницы о бомбардировках европейских городов во время Второй мировой войны. Сейчас, когда Россия напала на Украину, они используют те же самые методы. Они уничтожают города, как мы видим, самым варварским способом и убивают мирных граждан только потому, что они граждане Украины. В одной из дополнительных программ фестиваля «Особый взгляд» продемонстрировали картину молодого украинского режиссёра Максима Наконечного. «Видение бабочки». Это история лётчицы на Донбассе, которая проходит реабилитацию после плена и войны. Эту работу режиссёр завершил ещё до полномасштабного вторжения России в Украину. А на красную дорожку Канн съёмочная группа вышла под звук сирен воздушной тревоги. Также во время фестиваля прошла презентация украинского фильма «Панфир». А компания Film.ua показала шоу-рилл с актуальными отрывками фильмов, где транслируются фундаментальные украинские ценности. Среди фрагментов «Долбуш», «Цена правды», «Захарберку», «Черкассы». Украинский фильм «Почему я жив?» об истории любви в довоенном Мариуполе получил награду в Каннах за лучшую режиссуру. Юлия Безбородько, специальный для информационного марафона Freedom, телеканала UA.